Друзья, в купели, только что был Никита Нагорный. Я всё, я не к куче сижу, я кричу уже. Ребята! Дорогие друзья, всем привет! Снова мы на подкасте, здесь в бане Сайберия. Это значит, что у нас, как всегда, уникальные, самые лучшие люди, которых мы только могли найти сегодня с нами здесь. Сегодня прекрасная семейная пара. Вообще, я очень люблю, когда приходят семьи, как к нам на подкасты, так и в баню, потому что баня – это семья, баня – это объединять, баня – это о любви, о нежности, о заботе, о внимании. И сегодня у меня в гостях человек, который по-банному сказал Владимиру Путину «Приветствую». Приветствую. Ну так, по-простому, всё по-простому. И этим самым он доказал, что он любит баню. Я вот сразу это понял, я сразу это понял. Друзья, Никита Нагорный сегодня у меня в гостях со своей супругой Дарьей. Я не знаю, как перечислять все регалии наших гостей сегодня, поэтому я просто их попросил представиться самим, потому что я не хочу снова зачитывать через телефон. Никита, привет! Привет, Даша, приветствую, приветствую, Даша. Ребят, представьтесь, Никита, Даша, расскажите коротко вот свои какие-то самые главные достижения. Да, давайте, давайте, да, давайте, погнали. Дарья Спиридонова, бывшим, сейчас Нагорная, после того, как мы поженились, взяла мою фамилию, чемпионка мира по спортивной гимнастике, чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта, далее призер Олимпийских игр в командном первенстве Рио-де-Жанейро, 2016 год Олимпийские игры, потрясающая жена, мама и самый лучший человек, которого я знаю. Спасибо. Это достойно. Ой, сейчас будет на самом деле. Даша, боже, прям секунду, вот смотрите, вряд ли вы это увидели, но я смотрел сейчас на Никиту, я смотрел. Куда я смотрел? Я смотрел ему в глаза, он вот так смотрел, а я вот так. И они, знаете, как они у него блестят, когда он говорит о своей супруге. У меня, вот не было бы халата, вы бы увидели мурашки, честное слово, по-банному, по-банному, вот так, от души. Ой, сейчас будет очень сложно, потому что там вот такой огромный список. А я что говорил? А ты можешь сказать то, что ты больше всего ценишь во мне. Никита Нагорный, в первую очередь мой любимый муж, отличный папа, олимпийский чемпион. Это я первый раз в жизни услышал, что ты отличный папа. Олимпийский чемпион. Брат, можно ходить в баню почаще. Бронзовый призор, олимпийский хилдер, трехкратный чемпион мира. Правильно пока? Да. Дальше. Я не люблю исправлять, когда говорят регалии, даже если люди ошибаются. Восьмикратный чемпион Европы или десяти? Не, восьми, хотелось бы десяти, но, к сожалению, не получилось. Достаточно и так хватит, мне кажется. Ну, согласен. И все. Нет, самое главное, конечно, чемпион мира, мы уже сказали уже, да, чемпион мира и все. Но, друзья, перед нами настоящий начальник. Начальник, начальник. Главного штаба. Дальше аббревиатура сложная. ВВПОД, юная армия. И звание же у тебя, Никит. Ну, здесь есть, кстати, один нюанс по званию. Очень многие путают. В Википедии написано, что я лейтенант. Я ей не верю. Вот. И я на самом деле нет офицерского звания. Потому что, когда я пошел на службу после... Ну, то есть, как прошла срочная служба, потом пошли по контракту, и мы дошли до офицерского звания, там есть обязательно правило о том, что не можешь быть индивидуальным предпринимателем. То есть, если ты госслужащий, у тебя не должно быть ИП. А у меня на тот момент была своя школа, спортивная академия чемпионов. И, собственно, я, к сожалению, не стал офицером. Друзья, если вы хотите откосить от армии, можно просто открыть ИП. Все. Заняться коммерцией и как бы законным образом соскочить с этой темы. Но на самом деле, да, давайте мы начнем прям сразу говорить про баню и про наших гостей сегодня. Это всегда очень, знаешь как, всегда очень, во-первых, волнительно. Я не представляю, что ты испытывал, когда перед тобой был президент, и ты ему рыбанул приветствую. Ну, по банному эту историю. Мне кажется, это очень волнительно было тебе. А мне всегда волнительно, когда ко мне приходят такие гости, потому что у меня есть свой послужной список банный. Я такой всегда им горжусь. Ну, у меня тоже он большой. Верим. Да. Но когда я зачитываю то, что есть у наших гостей, думаю, господи, мы не тем занимаемся, наверное. Но все-таки нет. Кранского огнала нас, да? Да. Но все-таки нет. Смотрите, мы о бане. Мы о бане, и я хотел у вас спросить. В процессе подготовки спортсменов, их реабилитации после различных травм или после соревнований важных, какую роль и есть ли вообще роль русской бани в жизни спортсменов? Дарья, пожалуйста. Вообще, если с самого-самого прям глубины копнуть, то я не любила бани всегда, потому что для нас, для спортсменов, это было как будто бы какая-то жесть. Каторга. Это каторга. Это тренер затаскивает тебя в баню. Ты сидишь, у меня вот воспоминания о бане прям вот такие плохие. Ты сидишь, чтобы тебя обязательно капало, чтобы ты похудел, ничего тебе есть нельзя. Сидишь прям до талого, пока ты там, я не знаю, не помрешь. Но потом, когда я пришла в нормальную, настоящую, хорошую баню, я уже поняла, что можно так кайфовать, можно так наслаждаться. И это совершенно прям другие эмоции. Какую баню ты пришла? Ну, конечно, в Сайберии. На самом деле, я очень долго уговорил. Сайберия. Сайберия, ну, Сибири. Ну, тут по-разному называют. Главное, что все и так знают. На самом деле, историю расскажу. Ну, Даша очень долго ее уговорил, как и многих других олимпийских чемпионов, которые также воспринимают, особенно там, кто из единоборств, из мира. И для них баня — это тоже диеты, когда они одевают на себя этот баллоневый костюм. И еще и тренируются в бане. Вот. Я всем всегда говорю, что я просто безумно люблю баню с самого детства. Я всем говорю, что нужно вам прийти просто на программу. И всех привожу либо сюда, либо, если это в других городах, то где есть программы. И, собственно, мнение меняется. И Даша тоже самое. Первый раз я ее уговаривал раз пять, наверное, я ходил без нее сюда. Она не приходила со мной. И потом я говорю, Даша, пожалуйста, пойдем сходим. И все, мы пошли уже семьями, друзьями, женами. Я на первый раз пришла, и у нее поменялось вообще пускайная баня. Поменялось совершенно все. В какой вы были бане здесь в первый раз? В этой. А, в Тайге были. Особенно, когда мы пришли первый раз, мне принесли этот вкусный борщ с салом. А я просто обожаю борщ с салом. И вообще прям влюбилась. Мы сейчас пока будем разговаривать, приготовить борщ с салом. И перед выходом обязательно угостимся борщом. А, Никита, ты любишь борщ с салом? Да, но я не люблю в бане вообще есть, на самом деле. А мы же не совсем в бане, мы после бани будем есть. После вообще без проблем. Тогда мы рубанем по супчику-то. Хотя, на самом деле, говорят, что и после бани тоже не особо полезно. Я расскажу. Я расскажу. Там тоже много мифов. Там много всяких непонятных историй про баню. Ну, а прежде я расскажу тогда, Даша закончила, про мое знакомство вообще с баней и про насколько она мне помогает. Я любил всегда баню, особенно, почему? Потому что она меня спасала именно по диете. То есть я мог там придерживаться правильного питания, но доходил до какого-то определенного уровня, и у меня вес не уходил вообще. И баня для меня всегда была спасением. Поэтому я ей благодарен за сауне, обычной сауне, где ты включаешь там 100 градусов, сидишь и мучаешься, не можешь дышать. И в голове там считаешь, не знаю, овечек, или там делаешь свою программу, или визуализируешь, когда ты там станешь чемпионом. Все что угодно, лишь бы отвлекаться. Но потом вот познакомился в Ростове, родом из Ростова-на-Дону, и там познакомился первый раз с вениками. Это вместе с дедушкой там было, с отцом мы пришли в баню, прям попарились хорошо. Это было, наверное, лет 12-13. И вот с тех пор у меня такой вот остался приятный очень осадок, и когда мы начали строительство дома, я всегда говорил, что я хочу сделать баню мечты, и до сих пор я ее делаю уже третий год. С каждым нашим гостем, вот ребята за кадром все знают, вот у нас такой диалог, мы о чем-то договариваемся, это очень важно. И важно эти договоренности нам соблюдать. Ну я же говорю, вот Юрия подстригаем, мы это... Да, жена будет пармастером. Может быть она об этом еще не знает, но Юра попросил, я говорю, хорошо, мы договорились. Поэтому мы с вами точно договоримся, что баню мечты Никиты Нагорного мы обязательно сделаем, мы ее посмотрим, и она будет самая крутая баня, которую только можно сделать. И самая правильная, эргономическая. Самая большая ошибка. Нет, просто мне кажется, что Дашу надо спасать. Надо, сто процентов. Да, потому что Даша сказала... Мне кажется, нам просто не везет в баню. Дашу надо спасать, чтобы она уже наконец-то пошла в эту баню, не только смотрела, как ее переделывают. Скажите, пожалуйста, ребят, вот когда происходят тренировочные сборы, как правильно называется, тренировочные сборы, там баня присутствует, я так понимаю, в виде похудения, вот этого бесконечного. А после важных стартов, после важных соревнований как-то используй, присутствует баня? У меня обязательно соревнования, я должен обязательно сходить после соревнований в баню. Обязательно. То есть на программу, 4 часа, прямо расслабиться. Это единственное, что меня восстанавливает, даже не спорт, то есть психологически, когда очень много работы, загруженности, ты уже весь в попахах, то для меня это единственное спасение. Вот Даша знает. Она единственная, куда меня спокойно скажет, иди ради бога, хоть там, я не знаю, утром, вечером, ночью, я скажу, что я в баню, она поймёт, что значит, я устал, и мне нужно идти в баню. Но это становится так регулярно, что у меня уже страшно устанавливается. Но самое главное, что вот есть же представления о банях разные, особенно о саунах, особенно 90-е и так далее. И вот люди, кто повзрослее, чем мы, они вообще, то есть муж, я говорю, пойдём в баню. Нет, меня не отпускают, ты чё, какая баня там? Я говорю, да ты пойдёшь в баню, где-то будет программа, где будут тебя мужики с такими руками мощными парень. А он говорит, да ты попробуй моей жене обвести. Я говорю, пойдём с женой. Я всегда в этом случае говорю, вот когда такие беседы ведутся где-то вот с друзьями, или там в какой-то компании, я оказываюсь, где жена мужа говорит, да какая баня, куда ты там пойдёшь, какая баня вообще? Я говорю, понимаешь, вот если бы он тебе сказал, я пойду в сауну, надо бояться. Да. А когда бы я пойду в баню, там действительно какие-нибудь мужики татуированные, какие-то такие с бородами, борода мощные, они парят и что-то делают в этой бане. Поэтому, уважаемые, дорогие наши любимые девчонки, пожалуйста, когда ваш супруг, да, муж, молодой человек говорит, «Любимая, я хочу пойти в баню просто с мужиками, вот поверьте ему, он туда и идёт». Спросите, банщики будут там с вениками? Да, банщики будут с вениками. И, конечно, историю дай. Один раз у меня было, когда баня меня прямо очень сильно спасла, после Олимпийских игр у нас отменили международные старты. И самый главный старт один из, был для нас это Спартакеада, её восстановили, раньше она была регулярная, сейчас восстановили этот старт. Важный старт для нашей страны, для всех спортсменов. Я тогда приехал без подготовки, первый раз. То есть обычно я всегда сидел на базе, мы 12 месяцев сидим, каждые 3 недели, неделю нас отпускают домой, и то мы домой не ездим, ездим куда-то тренироваться, возвращаемся обратно. И здесь мы идём в соревнования, и у нас как? Если идут соревнования, за неделю мы перестаём ходить в баню, и, соответственно, сам процесс тоже выступательный, мы в баню не ходим, потому что она расслабляет, и может выбить тебя просто из твоего настроя. И в итоге я просто прихожу, выступаю первый день соревнований, второй день я выиграю абсолютно первенство, и у меня просто весь, ну всё, я разбитый, у меня нет возможности и сил продолжать дальше выступать. Я выхожу на следующий день в финалы в отдельных видах, и очень плохо выступаю. И потом, последний день соревнований, и ко мне подходит тренер и говорит, ты походу всё, да? Я говорю, ну, он говорит, приедет сейчас министр спорта, президент федерации, там, VIP-гости будет и так далее, и приезжают там на тебя в том числе посмотреть. Нужно собраться. И это было в Казани, и я пошёл в баню, я вот забыл к своему стыду, как баня называется, я пришёл в баню, и я прихожу, я говорю, у вас есть банчик? Мне говорят, у нас есть, да, один шаман, он тебя сейчас восстановит. И я пришёл к нему, это, не знаю, для меня было очень специфическое такое, как сказать, региональное, может быть, парение, но оно мне очень сильно помогло. Он не разрешал мне говорить, разрешал только кричать, и он говорит, если ты кричишь, значит, я понимаю, что уже тебе, ну, либо обжигает, либо ещё что-то. И когда я кричал, ну, то есть он мне говорит, он говорит, выпусти всё из себя, убери эту доль, давай, и он говорит, разрешаю тебе, говорит, только благодарю, и всё, больше ничего нельзя, и орать. Кажется, я знаю этого банчика из Казани. Да, у него сын ещё, по-моему, тоже банчик. И вот, и он мне начинает парить, я начинаю кричать, и вот, когда я начинаю кричать, он ещё три секунды очень сильно тебе ускоряется парить. Короче, это была просто такая перезагрузка тотальная, я из бани не вышел, он меня вынес оттуда, я боялся, что я с ожогами буду просто. И он меня сажает, у него такой вот стул сеточный, то есть как гамак. Я на него сажусь, и он накрывает меня этим полотенцем тёплым, и говорит, расслабься, просто расслабься. Я понимаю, что должен быть какой-то контраст, но вряд ли он будет сейчас, когда я просто его не ожидаю. И он на меня бедро холодной воды просто выливает. Я всё, я не к куче сижу, я кричу уже. Люди выходят, соседи, нет, общая, у них там отдельная комнатка, а это общее парение было. Они выходят, смотрят, говорят, что с ним случилось, просто, ну, там, человек больной, может быть, ещё что-нибудь. И потом меня обратно ещё загоняет, ещё пропаривает, я выхожу просто, я собираюсь, я уезжаю, ложусь спать, просыпаюсь с утра. Я как будто бы, не знаю, как будто я заново родился. Я пришёл и выиграл все три золотые медали, которые были возможны, и принёс, и у них оставил эти медали, и поблагодарил их за эту историю. И вот насколько для меня это было просто спасение, насколько я уважительно отношусь к бане и таким людям, которые могут просто изменить, перевернуть твою судьбу с ног на голову. Ну, это, конечно, очень крутая история, очень крутая, потому что я знаю, где эта баня, и я хочу сказать, что вообще Казань и вообще татары, у них своё направление банное. И своя банная школа, банная техника, банное понимание, и вообще, говорят, вот есть русская баня, а есть баня, она вроде как бы русская, но когда парят татары, это всегда жёстко и мощно, очень технично. Они чувствуют и знают, где нужно побольше дать пару туда, вот прям бить. Вот это очень классно, у нас очень много друзей в банном мире, в Казани, ну и вообще, вообще в банном мире, но и в Казани тоже, ребят, татары, дорогие мои, привет всем. Реально вы очень круто парите, и вот Никита Нагорный только что, только что... Шаман, я его потом везде, в прямом эфире, везде меня спрашиваю, в чём секрет, ты вот умирал? Я говорю, есть один шаман здесь, он в той бане, и всё, говорил, только благодаря этому шаману, благодаря шаману. Только благодаря бане, нет, ну конечно, и благодаря шаману, и непосредственно самому Никите, я уверен. Он так говорил, он мне этот, я уже всё начинаю орать, аааа, ааа, он говорит, ещё кричи, выпускаешь всё из себя, он говорит, зло выходит, добро заходит, я говорю, благодарю, он говорит, быть добру, быть добру. Это нормально, это очень хорошо. Рекально. Но я так к нему больше не попал, я приходил, но уже, а у вас, кстати, по-моему, филиал есть, да, там? Нет, у нас ещё нет филиала, но... Там есть баня, которая называется... Есть, это другие ребята, тоже наши коллеги, но не наши баня, просто наши коллеги, и... Но ценник такой же там. Да, ценник. Люди подтягиваются, подтягиваются под формат, под формат подтягиваются. Ну, вообще, как-то в своём интервью, и вообще, я вот смотрел, когда много интервью разных, интересно же, я когда просто смотрю, когда выступают спортсмены, я всё равно так не заглубляюсь глубоко, как когда готовлюсь к интервью и вообще их начинаю изучать. Я вот прочитал, я, видишь, себе выписываю, мне тут много всего. Да, и я выписал, что ты говорил, нужна вера в свои силы, нужна вера в свои силы. Вот когда происходит неудача, когда что-то вот идёт не так, и ты подламываешься, да, как-то, и ты чувствуешь, блин, начинаешь себя как-то ругать. Вот это ещё, по-моему, вот этот перебор, эмоциональная усталость, перегорание, выгорание, всё вот это в одну кучу, называют травмы как-то вот у спортсменов, я выписывал, опять же, я выписывал, как же они называются? Стресс-травмы. Это об этом. Да? Что такое стресс-травмы вообще? Можете рассказать, как это выглядит? Я знаю, мне кажется, у Даши есть хорошая история очень про Олимпийские игры. Когда она готовилась к Олимпиаде, у нас цикл, 4 года идёт, получается, с подготовки, и она выиграла практически все соревнования. Чемпионат мира, чемпионат Европы неоднократно, там, в нашей стране, какие-то этапы, постоянно выигрывала. И она приезжала, приехала на Олимпийские игры с такой, ну, мне кажется, запалом возможности стать олимпийской чемпионкой, учитывая, что накануне прошли чемпионат мира, где она выиграла. И вот у неё, мне кажется, случилась там такая история. Расскажешь? Да, я не скажу, чтобы там была какая-то прям стресс-травма, как-то как-то прям слишком сильно сказано. Да нет, просто когда ты готовишься всю свою жизнь к этим соревнованиям, и это самый главный старт твоей жизни, и ты просто выходишь уже с таким настроем, что всё, я сейчас могу выиграть, стану олимпийской чемпионкой, и просто делаешь элемент, который ты абсолютно каждый день делаешь. Я вообще даже не знаю, какие у меня там были эмоции, я даже не поняла, я просто перелетаю и, ну, как бы падаю, и всё. Я понимаю, что это всё, конец. Да, то есть всю жизнь идти. Но у меня не было такого, чтобы я долго страдала. Но накануне, правда, заняли второе место командой, то есть уже медаль была. Это, слава богу, мне кажется, прям всё сгладило. Да, но всё равно, это как бы её снаряд, то, к чему она сюда шла. Но мне кажется, причина была того, что её очень сильно перегрузили, как и морально, так и физически, потому что была надежда, что она может выиграть, и боялись её отпустить, что она немножко отдохнёт. И вот здесь как раз-таки мы и говорим про веру в себя и силы в свои. К чему это я говорю? Когда ты приезжаешь на соревнования, тебе не надо тренироваться. На соревнованиях ты ничему уже не научишься. Ты уже всё сделал, да. И психологически перестаёшь верить в себя. То есть ты приходишь, делаешь какой-то элемент. У нас в гимнастике, там, можно не знать, чтобы для понятного было, трюки какие-то, элементы. То есть ты его делаешь, и у тебя не получается он. И либо тренер, либо ты начинаешь просто его тренировать и пытаться выучить на соревнованиях, когда ты его там до этого делал всю свою жизнь. И просто начать тебя перегружать и морально, и физически. И вот мне кажется, что у неё красотики. Когда ты целым диаметром тренируешься, ты всё равно попадаешь в этот вот лучший спад, лучшее состояние, хуже. И я как раз, мне кажется, вот это вот самое попало. Мы опытным путём выяснили, что на базах подготовки российских спортсменов существует всё, что угодно, кроме настоящей русской бани. Именно сауны есть для потения, но именно бани в том формате, в котором мы её понимаем, строим дома, приходим в баню, сюда паримся, её нет. И у нас возникла, вот в компании, в Сибири у нас возникла идея, почему бы не попробовать хотя бы где-то, хотя бы в каком-то виде спорта, ну хоть куда-то, с чего-то же надо начать. И путь, большой путь начинается с первого шага. И мы хотим сделать так, чтобы хоть где-то у спортсменов появилась русская бани. Мы бы нам могли научить, как правильно парить, с учётом особенностей вида спорта, которым спортсмены занимаются. У нас есть большая конституционная и практическая база наших учителей, которые учат нас, и которые сами являются медиками, врачами. И они соединяют эту медицину и подготовку с русской бани, в том числе спортсменов. Просто не на официальном уровне, а вот так приходят спортсмены, слушай, суставы болят, вообще невозможно. Как я это делаю. Да, невозможно, надо восстановиться, помоги. И мы делаем, и человек выходит и говорит, слушай, это вообще, это так круто, это, блин, вообще-то классно. Это же вот баня начинает ходить. И у нас возникла такая идея. Мы куда-нибудь, в какой-нибудь вид спорта, хотим всё-таки это попробовать. Как вы считаете, это будет ли иметь какую-то востребованность в различных видах спорта? Может, в вашем виде спорта или где-то ещё? Я думаю. Я уверен, что да. Сто процентов. Это такое расслабление. Я даже больше скажу, когда... Восстановление. Да, это лучшее восстановление, я считаю. Особенно, если в воскресенье выходной всегда. Если суббота, вечером, это всё происходит, в воскресенье ты отлёживаешься. Особенно для тренеров, мне кажется. Все восстреливаны. Кстати, о них-то мы не подумали. Мы думали... Для них отдельная программа нужна. Наш, мы думали о спортсменах, а здесь о тренере. У меня было... Когда я начал знакомиться с программами разными, я покупал веники, я покупал пихту, я делал всякие отвары, там, не знаю, хрен. На хрене делал отвару, на чесноке. Мёд. Да, там, с мёдом. И я делал свои такие небольшие программы для спортсменов. То есть я приходил, у нас есть одна баня там на дровах, которая... Но она так, всё равно она сделана как сауна, как это обычно бывает, только печь стоит и на дровах. А так, там, чем отличие для меня, мне кажется, когда у тебя те же самые полки сделаны как из, ну, сауны, да, там, финское дерево или что. Они, мне кажется, все быстро нагреваются, и их тяжело охлаждать. То есть ты их охлаждаешь, и они через какое-то время опять... Либо это нужно матрас сделать, либо полотенце, которое тоже нагревается. Немножко некомфортно в этом плане. Но при этом у меня было такое, что у меня были программы, то есть у меня приходил человек, там, спортсмены, и там два-три захода с контрастом, и я их понял. Это вообще, на самом деле, такая отдельная история, серьёзная. Когда к нам приходят друзья, нужно всем молчать обязательно, нельзя ничего говорить. Он включает музыку, всех выгоняет, у него всё серьёзно, он прям всё, весь в образе. Мы вот так сидим, молчимся, шепотом разговариваем. Это вообще, конечно. Нет, ну просто я говорю, что если я буду парить человека, он хочет расслабиться, он хочет отдохнуть. Вы будете сидеть, галдеть, идите там, посидите, в браннике пообщайтесь. Здесь не нужно делать это. Но мы хотим просто пообщаться с друзьями, мы не хотим париться. Я говорю, ну кто-то же один хочет, подождите, сейчас 10-15 минут, он выйдет, зайдёте. Ну да, Даша всегда говорит, мне это не нравится, я хочу просто посидеть с друзьями, пообщаться. Дорогие друзья, в общем, я вам хочу сказать вот так. Так, если бы Никита Нагорный не был бы вот с таким послужным огромным списком в гимнастике, не был бы олимпийским чемпионом, чемпионом мира. В общем, очень хорошо, что Никита Нагорный не пришёл в мир бани, мастером бани, потому что нам с вами почти не было, мне нечего было бы там делать, он бы занял в чемпионатах все пьедесталы, и всё бы занял, потому что рассуждает-то вон, как верно, действительно, ведь в бани человеку, которого парят, важно отдохнуть и перезагрузиться, важно побыть в тишине. Хотя бывают разные бани, конечно, бывает, вот 15 человек пришло, ну какая там тишина, все гречат. Смотря с каким настроем, наверное, приходишь, если хочешь вот так посидеть, в тишине. И повод, повод, с каким-то день рождения, бывает, люди приходят, но им не до молчания, им хочется посмеяться. Ну, предбанники, идите общайтесь, вот здесь, здесь. Ах, вот, понимаете, вот она цель, так и должно быть, да. Однажды Никита Нагорный сказал, слушайте свой организм, если вы хотите отдохнуть, отдохните. Ну, по факту так и есть. Да, 100%. Поэтому, если вы хотите отдохнуть, обязательно сходите в баню, отдохните в бане. И вот, как я говорил, мы решили создать вот такую идею придумать, но начать с первого шага. Первый шаг, вот мы встречаемся с уважаемыми олимпийскими чемпионами, прекрасными людьми и создаём программы под вас. Мы хотим придумать такую штуку, точнее, мы её уже придумали, мы хотим её сделать и делаем в данный момент. Мы после всех эфиров, я скину несколько вопросов, просто можно голосовым будет записать, просто не диктовать мне вопросы. Мы рассматриваем всегда Никита Нагорный и Даша как люди, просто человеки, грубо говоря, да, люди, которые любят баню, ходят в баню, ну, просто вот дома. Как спортсмены. И третья составляющая в этой формуле, это наш опыт, и мы хотим создать программу конкретно для вас. То, что вам было бы хорошо, вам было бы полезно, с учётом того, что вы любите, и приложить свой опыт. Как вам такая идея? Мне кажется, очень здорово. Шикарно вообще. Это мечта, мне кажется. Сейчас он фантазирует вам такие программы. Я к ногам перевернул. Друзья, я... Порной. Нет, друзья, вот смотрите, я забыл, как называется эта организация, честное слово, но именем Никиты Нагорного назван настоящее сальто как-то в... Да, тройное сальто согнувшись. Тройное сальто согнувшись. И этот элемент введён в официальный... Да, официальный элемент, самый сложный элемент в гимнастике. Самый сложный элемент в гимнастике тройное сальто согнувшись, поэтому именем Никиты Нагорного уже назван элемент, а у нас в бане Сайберия именем Никиты Нагорного будет названа банная программа. Я думал, веник, банная программа целая. Нет, банная программа, банная программа, Никит. Целая банная программа, тройное сальто... Хотя, хотя, вот из одной купели в другую, может и можно. Одно точно. Представляешь, из холодной, в горячую, просто сальто туда и всё, и ты уже там. Это условие, чтобы попасть в программу, ты должен сделать сальто и скупить. Да, ты должен уметь делать сальто. Ну, только если Алексей Немф ещё к нам придёт, тогда, наверное, он сможет точно... Он, кстати, очень хорошо парится. Я его парил, Лёша, он меня несколько раз парил, два, стульпом, разного. В общем, да, такие интересные. Поэтому мы создаём такую программу и делаем. У вас есть сын Марк. Да. До рождения сына и после рождения сына, можете ли вы сказать, что это моё такое изречение, но я хочу его подтвердить, как бы. Я уверен, что вы скажете «да». Но я хочу подтвердить, что дети — это самое большое счастье. Да. А чё это неуверенно? Нет, сто процентов счастья. Особенно, когда их много. Но сколько сил на это надо и времени? Сколько? Сколько? Много. Ага, а если нет, никакая разница. Но это не просто. Что будешь на шоппинг тратить, что на сына, никакая разница. Времени одинаково. И тут по деньгам. У нас Марк, между прочим, в четыре месяца, даже в три, нет, четыре месяца уже парился в бане. Я видел, где-то есть у вас в той самой сети известной, которую все знают, значит, там есть видео, где с сыном в бане. Я себе даже пометил. Ходил с сыном в баню. Это где было? В Чебоксарах? В Чебоксарах, да. Первый раз в Чебоксарах это было Новый год, да. А второй раз это было в Сочи, да. То есть уже два раза был в бане. Да. Три раза был. Четыре даже уже было. Дома тоже был. А, дома тоже еще был. Да. Ну, мы так, конечно, ему не сильно все делаем. Ну да. Профессионально. Пока что. Парни опускаем. Ну, он уже готовится, конечно, с ним в баньку ходить. Конечно, я жду, не дожду. Да, конечно, я жду. Это... А для папы, который любит баню, ходить с сыном в баню, когда дети вырастают? А для меня-то какое счастье. Я в это время. В это время, да. То есть только у меня дел. Мы сделаем Никите восьмичасовую программу с сыном. Отлично. Договорились. Назовем ее отец и сын. Игровую комнату еще. Зачем он уже будет туда... Ну, на восемь часов-то нужно, чтобы максимально развлекаться. Ну, у нас большой опыт, и все будет здесь нормально. Поэтому, да, это очень хорошо, что вы приучаете мелкого к бане. Ну, кстати, здесь, в этой бане, у нас даже собака была. Собака? Да. Сейчас скажешь, что собака не лезет. Ну, да, нет. Ну, по-тихому, он у нас хороший. Да, топчане. Это класс. У меня даже фотка есть на этой лестнице. Да. То, что вы приучаете сына к бане, это очень... Собаку в бане, представляешь? Хорошо, что вы собаку к бане приучили. Не, сто процентов. Ну, кстати, есть животные, которые парятся. У меня в одной бане... О, бегите. Да, у меня вот есть ролики в интернете всякие разные, а есть вот реальность, которую вот я точно знаю, потому что это было у меня. Как-то у нас в бане пришел кот. О-о-о. Открываем дверь, сидит. Понимаешь, тут черный. Сидит сам с веником. Сидит? Нет, он сидит на пороге бани. Вот так. Вот так сидит, глаза как блюдца. Вот такие. Я не знаю, откуда он взял. Вот так сидит. Мы на него вот так смотрим. Это было в отеле, в загородном. Он даже не мяукал, да, ничего. Просто сидел. Мы ему говорим... Он говорил, благодарю. Банный дух, банный дух. Нет, он говорит... Слоуха, это мара, приходи. Он говорит, нет, конечно, он не говорит. Потом орать начал. Он просто молча. Мы ему говорим, черный, ты что тут делаешь? А он черный-черный вообще. И так мы его назвали черный. Ну, в общем, он зашел в баню. Ты знаешь, было такое ощущение, что он прям хозяин. Он так вот вальяжно все это прошелся по всем помещениям. Зашел в парную, запрыгнул на полку, лег. Ты знаешь, как Багир, он так растянулся и там и остался. И так минуту-две полежал, потом ушел. И в итоге, итогом всего этого, он стал заходить в парную, когда мы парим гостей. Вот паришь гостя, заходит кот. И в зависимости от человека, он ложится рядом с ним или прямо на полке в разных местах рядом с его телом. Может, что-то чувствует? Что-то чувствует. Мы когда это заметили, это вообще настолько удивительно. Кому-то он вот так вокруг головы, вот так прям ложится, вот так вокруг головы. Прямо когда парение идет. Да. Обалдеть. Вот ложится, мы веником накрываем, а он рядом. Или где-то вот к ноге ляжет. Там широкая полка, он мог с той стороны лезть. И он ложится. И этот кот постоянно парился. Потом мы его попробовали попарить веником. Потом им попарили кого-то. Интересно мне, на какую часть тело лег. Кот такой выгнулся, мы его за задние лапы. Он ложился там, где у человека были проблемы. Потом он сам парился в бане. Сам веничками парил. Ну, в смысле, мы его парили вениками. Мы его парили вениками. И он от этого очень получал удовольствие. Он прям весь вот так вытягивался. Когда человек выходил на контраст, он выходил вместе с ним. Возвращался обратно. И когда мы на качели клали уже, в конце положили человек, чтобы он отдохнул, покачался на качеликах, кот запрыгивал и ложился примерно на то же самое место, где он в парной был. Это целая программа, мне кажется. Да, да. Это какая-то терапия. Поэтому животные, это все не просто так. Я думал, финал будет такой, что из-за этого назвали баня по-черному. К сожалению, баня по-черному появилась до нас. Точнее, к счастью, что она появилась, но назвали ее точно не мы. Я предлагаю чайку попить хотя бы немножко, а то мы много говорим, но мало пьем чая. Нам же еще надо успеть лупануть борщ. Понимаешь? Строганину. А, строганину, кстати. Вы вообще кушаете строганину? Да, кушаем. Я не помню. Но Даша не очень любит вообще такое. Я, кстати, ел, я делал, я сам строганину нарезал в Якутии, в Якутске. Да. Мы были там не зимой. Это эти замороженные салаты нам давали? Да. Это она? Ну, там она просто с овощами была, тоже замороженными. Вообще делают из оленины, из рыбы, из чего еще? Да из всего, чего покупают. Ну, да, да, да. Это просто замороженное мясо. Все, что не удалось разморозиться, куриться из морозилки просто настроголы. То есть у нас все дома строганина. Там просто как? Там холода наступают, и там просто стоит олень, допустим. Ой, не рассказывай, я видела. Ужас. Он никуда не идет, потому что он не может уже идти никуда. Его просто сразу нарезают. Оленя, да? Да. Жестко. Это жестко. Кажется, я разлюбил строганину, только что. Ну, нет. Конечно, строганину. Мы сейчас... Давайте попробуем строганину, просто интересно. Да, ради бога. Там же она, господи, она как мороженка, чик, и все, ее нету. Мы сейчас попросим нам принести строганину. Вот они должны нам принести. А пока они нам несут, все-таки еще немножко поговорить. Столь драгоценное время. Вот не так уж его много, к сожалению, но... Может, Даша на уход волос обойти? Да, Даша на уход волос, это важно. Ну, да, обязательно. Это важно, это важно. И с точки зрения вот программы, которую мы хотим придумать, какие бы моменты или элементы программы, вот вы бы хотели, чтобы в нее точно вошли, с точки зрения парения. Например, как вам нравится париться? Вот такой будет вопрос. Он является составляющей этой программы. Просто вот Никита приходит в баню и начинает париться. Вот то, что нравится. А потом Даша будет понять просто. Ну, у вас очень крутые программы. Мне нравится то, что начинается с прогрева, с аромопарения. Для меня вообще прям аромопарение, мне кажется, как первый самозаход, это самый важный. Потому что, во-первых, у тебя есть возможность перейти на вкусовые рецепторы с обычного... Ну, когда хотя здесь еще, ты приходишь, ты уже чувствуешь, там пихта где-то, где-то есть, допустим, топчан, на котором присутствуют какие-то другие травы. Но вообще, наверное, подобрать именно тот ассортимент трав, который тебе приятен. Потому что иногда есть там кто-то, полыни не очень относится, кому-то мята не нравится и так далее. То есть здесь, если здесь подобрать именно свой такой вкусовой рецептор, который тебе нравится, вот это было бы супер. Вот какие травы-то нравятся тебе? Мне очень нравится пихта, мята и полыни не нравятся. Какие еще есть? Ой, там столько... Да, ты не знаешь, как мне нравится такая фиолетовенькая? Лаванда? Лаванда. Да, может? Ну, есть мята и с лавандой. Нет, лавандой, лавандой. Ты по лавандой говоришь. Да, я тебе лаванду не люблю. Это она так вкусно? Да, лаванды тебе в бане по-другому рассказывать. Мне очень нравится чеснок прям. Но это... Нет, вчера мы делали здесь зоопарку «Хрен, чеснок, семена укроп». Она называется «Хреновый ухо на порой». Я тебе покажу, как делать, дома сделаешь, и я тебе просто сделаю. Да. Опа, как красиво. Ребят, принесли. Давайте где-то здесь просто вот так в лайф-режиме спокойно просто рубанем. Это рыба, которая плыть дальше не смогла просто. Да, это как олень. Олень застыл, а рыба застыла. И ее просто сейчас нарежем. И ножик специальный. У меня есть специальный, кстати, тоже. Красиво. Который с одной стороны только заточен. Даже подставочка специальная, да? Да, чтобы она уже никуда не делать, к сожалению, рыбка эта. У меня есть ножик, который именной мне подарил министр спорта Якутска. Да, я помню. Спиридонов. Да, он Спиридонов. Все знает, смотри, а, молодец какая. Ты уверен, что класс? Ну, красиво нарезают. Ты же понимаешь, что это сырая рыба? Она сырая. Это вот типа, ну, ее ничего не делали. Я знаю. Достали, кожу сняли и вперед. Просто просолили очень сильно. Она у меня сейчас вообще не соленая. Вообще не соленая? Нет, она не соленая. Ты что, не помнишь? Я в это деле все так. Ну, она называется как-то там по-модному. Макало, да. Макало. Ребята, вот макало у нас тут. Будем макать сейчас. Прикольно. Перец и соль один к одному. Это кориандр, копченая паприка и соль. А вот это в центре что такое? Копченая паприка, соль и кориандр. Угу. Получается, это как первое, второе, третье место на пьедестале. Да, она даже выглядит как золотая. Только за расставить теперь, где первое, а то где третье. Смотри, она даже выглядит как золотая медаль. Ну, по сравнению вот с этими двумя. Вот, то есть в центре получается. Получается, Никите нужно макать вот сюда, в кориандр и в копченую паприку. Да. Получается... Мне, кстати, идеально из этих всех больше. Причем надо вам, мне кажется, вам можно во все три макать, а мне, получается, нужно просто есть сырую. У меня нет таких медалей. Но, тем не менее. Как нет, а по... А, по бане, тогда могу, тогда я могу и в центр макнуть. Да, все. Последнее с лавровым листом. С лавровым листом мелком. Ой, мне вот последнее нравится. Все, сейчас будем мы пробовать. Помногу ее лучше не резать, потому что она будет... То, что другим гостям надо нарезать. А мне кажется, нам хватит. Когда она растает, она уже будет ватная и не очень... Все, хорошо, мы что-то попробуем. Как раз это мой кусочек. Мы, знаешь, что хотим? Мы хотим сразу, вот пока все это происходит, мы хотим заказать борщ, потому что Даша, это самый главный ценитель нашего... Потому что я полюбила баню из-за борща. Да. Именно здесь. Именно здесь. Хорошо. К какому времени? Ну... А, кстати, у вас сало тоже есть разное? Сало есть. Есть тертое? Какое ты хочешь, мы сделаем. Есть копченое, есть соленое и есть молотое. Ну, перемолотое. Вот, мне не молотое. С борщом подаются молотое, по-моему, да, у вас на хлебе? Да. Но ты не молотая. Кусочками можно? Кусочек просто один и сделайте на хлеб, и все. Хорошо, мы на хлебушек разделаем. Спасибо. Давай где-то без 10-12 тогда. Окей. А еще я хочу отметить, во-первых, у вас очень вкусная кухня, очень вкусная кухня. Спасибо. И во-вторых, здесь можно все что угодно. Это очень, мне очень нравится, когда ты можешь, допустим, есть стандартное блюдо, и ты можешь его изменить. Ты можешь добавить, поменять, что-то там. Да. И когда идут навстречу, и тебе не задают вопрос, мы это не можем, или сейчас пойдем узнаем. Всегда здесь говорят, сделаем. Конечно. Это очень важно. Спасибо вам огромное. Давайте пробовать вот эту штуку. Берем рыбу. Я маленький кусочек. Никит, бери вот эту рыбу. Пахнет приятно. Это холодная сырая рыба. Ее нужно окунуть вот в какую-то. Мы все в это. Мы в центр макаем. Мы в первое место макаем. Я не буду вам мешать. Так, получается. А ты во второе, да, макнула? А мы в первое. Ребята. Ммм. Ммм. Вкусно. А. Вот так вот не вкусно. А, это рыба. А вот с этими все вместе вкусно. А как, ты отдельно попробовала, что ли? Она со вторым местом ела. Нет, я имею в виду просто, как будто что-то не то. Давай попробуем отдельно. Давай попробуем отдельно, а потом еще. Ну, отдельно. Ничего. А вот это если добавляешь вообще сразу. Отдельно просто сыра рыба. Да. Да. Макаешь в первое место. Я все попробую. Я сейчас вот это теперь. В первое место очень вкусно. А мне второе. Ой. И третье. Второе. А мне как будто бы все нравится. Сейчас только это попробую. Да. Мне еще осталось это. Получается, что… Совсем шикарно. Получается, что первое, что второе, что третье место, когда мы говорим о строганине, это… Ой, вкусно. Все равно победа. Все равно победа. Все равно победа. Все равно победа. Вкусно. Очень. Да. Надо доесть, мне кажется. Или вот как бы. Никит, давай на строганину. Свежая вообще рыбка. Ммм. Вот эти вот беленькие вообще… Мы поели строганину. Вкусно, да? Шикарно. Ты умеешь делать строганину? Научусь. Ножик есть. Тебя парить научат меня строганину делать. Да. Наговорились. Вообще. Таким образом мы достигли договоренности с семьей Никиты Нагорного, что мы учим делать строганину и парить. Да. Ну вот с каждым спортсменом у нас своя договоренность. Самое главное, что мы всегда ее соблюдаем, потому что мы договорились. Это очень важно. Первый заход обсудили. Да. Рома парение. Под приятную музыку, желательно под свои инструменты, которые у вас есть. Да. Музыка из колонки или там… Никита всегда засыпает абсолютно. Хотя мне очень… Когда? В бане когда тебя парит. Когда? Засыпаешь. Ты вот так вот… Когда ты засыпаешь? И потом… Да, это специально. И Никита сейчас была реакция. Знаешь, реакция, когда… Сан Саныч Большунов, когда пришел, мы только начали диалог. И я говорю, Сан Саныч, в 2016 году, в сезоне 2016-2017, занял сотое место. И он, знаешь, подпрыгнул. Он говорит, чего? Нет, такому нельзя человеку говорить. Офигеть. Нет. Но мы с ним… Мы с ним подружески, потому что надо его чутка разбудить. Мы его вот этим быстро разбудили. И дальше был очень классный диалог. Посмотрите… Он мне сказал, что до 100 лет будет выигрывать все. А здесь как бы сотое место. Немножко перепутали, наверное. На самом деле… На самом деле, где-то… Подожди же много что пишут. И вот интересно мне было… Потому что я эти факты, я их не придумал, а взял откуда-то. И причем из достаточно известных источников. И там пишут вот такую историю. Ну, мы к бане. Да, не будем о Александре Большуновом. Его и так много везде. Да. Будем о бане. И второй… Музычка. Да. Музычка, которая есть. Мне очень сильно нравится. Большое, как правильно называется, где маленькие шарики и перекаты… Оушендрам называется. Вот. Шум моря. Шум моря. Это просто… Меня прям вырубает. Меня прям вырубает. Особенно, если это третий заход. Такой расслабляющий тоже. Я всегда засыпаю на нем. Про него, наверное, Даша и говорил. Наверное. Второй заход. Мне очень нравится контраст, но при этом нравится парение, когда тебя не обжигают и не делают. То есть, за исключением одного, про который про Казани говорил. Мне нравится, когда идет парение… Во-первых, мне нравится на пихте. Вот. Но при этом пихту она все равно стоит недешево. Иногда бывает в банях такое. И позволить себе там раз в неделю ходить на пихту тяжеловато. Я хочу тебя порадовать. Мы сейчас пойдем в баню, когда там пихта. Поэтому… Там есть пихта. Поэтому сено тоже нормально. Вот. Но нравится больше на пихте. Когда не подкладывают просто, у тебя постоянно запах отовсюду идет. Пихта. Мне прямо очень нравится хвойный запах этот. Вот. Парение дубовыми вениками. Парение с паром. Таким прямо хорошим. Но не обжигая. То есть, переходить плавно по всему телу. Обычно как делают? Начинают с ног. Потом игры. Потом этот. Выше, выше, выше. Потом либо переворот. И продолжают и выходят. Вот. Я люблю, когда везде по чуть-чуть. И там, допустим, можно 2-3 раза пройтись. Потом можно переворачиваться, а можно не переворачиваться. Потому что обычно к этому времени, когда 3 раза прошли, тебе уже как будто бы и хорошо, что ты готов к контрасту. Но просто для того, чтобы прогревают, обычно еще сажают. Вот это мне больше нравится. Не когда ты на живот переворачиваешься. А когда спину, то есть заднюю поверхность все пропарили. Потом ты сел. Тебя допарили спереди. Допарили там чуть сверху. Здесь вот. Соответственно, ты уже с открытой головой. Плюс еще парт надышался. Тебе еще больше хочется выйти. И после этого контраст. Контраст я люблю такой прям чуть посильнее. Но опять же, если чуть чувствую заболевание, я его либо не делаю, либо делаю там 5-6 градусов. А когда я чувствую прямо, что я готов. Лето особенно. Тем более тяжело летом удержать температуру там 2 градуса. Это постоянно нужно добавлять лед или еще что-то. То есть освежать воду. Вот. Я люблю 2-3 градуса. Такой вот контраст. Зайти. Минуточку посидеть. Не дергаться. Может чуть побольше даже. Потом, чтобы помогли тебе, воду разогнали под тобой. Нырнуть. Выйти. И все. И вот это идешь. Самое лучшее чувство в мире. Да. Когда ты не умираешь. Вот. И после этого мне очень нравится, когда не идет парение, ничего не идет. А когда ты просто ложишься. На свежую баню. Когда открыто там, допустим, окошко либо что-то. Ложишься. И просто тебя накрывают полотенцем теплым. И очень прикольная еще история. Сейчас ее тоже много куда вижу. Программы внедряют. А первый раз я был 3 года назад. По-моему, мы были на Алтае. И там мы были в бане, где... Там правда на улице. То есть у них баня. И выход сразу на улицу. На террасу. Там ложишься. Тебя накрывают теплым, горячим прям таким вот такой простыней. Ты лежишь. Она чуть охлаждает. Потом стягивает аккуратно. И заводит обратно. Но там улица эта, опять же получается, сам в баню заходит. В баню мне нравится, когда ты зашел, просто лег. И вот это вот чувство вот этих вертолетов, которые... Ты просто уже пока оно не уйдет, ты лежишь просто накрытый одеялом. Ну, то есть не одеялом, а простыней мокрой. Вот. И после этого просто аккуратненько, спокойненько выходишь. И, кстати, когда именно вот заходишь в последний раз, мне нравится, когда я один. Ну, то есть когда нет, звука вообще никакого нет. Не сидит там паромастер, который ждет, чтобы там что-то спросить, догреть. Когда ты просто лежишь и все, по самостоятельному. Захотел, вышел. Не захотел, еще полежал. И все. В общем, дорогие мои, я хочу сказать, что, судя по всему, в очень многих банных комплексах скоро появится программа Никиты Нагорного. Парится в бане. Парится в бане. Это такое, по-моему. Да. Или это холодная вода просто. Мне кажется, лед был такой. Вот так мне очень приятно. Парится из ведра, в котором не вода холодная, а дробленный лед. Вот это мне очень нравится. Потом, когда в бане не сильно горячо, скрабик обязательно. Скрабик с медом можно даже смешать. Вот. Дальше что? Там надо выбрать либо мед, либо скрабик. С мятой. Можно микс? Можно. Можно. Просто скраб, там чуть-чуть жестко получается. А когда с медом, там немножко поприятнее. Вот. Потом мяту. И борщ. В баню. Прямо в парной борщ. В ледяную воду я не очень люблю, но хотя смотри, как пропарят. Не, это вообще контраст очень редко. Да, редко. Но ты наоборот любишь, да, это? Да, я обожаю. Поэтому можно и холодную, и тепленькую. В общем, получается, что у нас есть целых две программы уже. Кто не может придумать в бане программу, уже можно будет пользоваться. Мы совместим просто все это. Просто записать и сделать. Ну, по факту. Да. Просто все рассказано. Записать и сделать. Но мы добавим туда немножко своего понимания и своего опыта, и он будет касаться воздействия на тело банными процедурами, фактором тепла, фактором влаги. И для этого вот хочется понять виды травм, которые происходят во время ваших подготовок. Я знаю, что у тебя там с большим пальцем вот этот известный случай я прочитал. Я даже никогда предположить не мог, что такое вообще бывает. Вообще, какие бывают виды травм? Я знаю, что их много, но самые вот такие основные травмы вот у вас в спорте. Сейчас Даша расскажет свою историю. Этот человек, который на протяжении 17 лет своей карьеры ни одной травмы у нее не было. Ну, такие мелочи какие-то были, конечно. Ну, типа просто болели мышцы. Несерьезные такие. Или чуть-чуть там спина болела еще. Переходный возраст. Человек растет. Ему нужно дать возможность, чтобы все мышцы, связки, кости крепились. Нагрузка идет. Неприятно. Болело всегда что-то? Да, но травм никогда у нее не было прямо серьезных, тем более операбельных. И вот история, пожалуйста, рассказывай. И в какой-то момент я настолько устала от гимнастики, что я уже хотела немножечко отходить от этого, но все равно продолжала заниматься, потому что, не знаю почему, потому что, наверное, еще что-то оставалось. Надежда. Да, какая-то надежда. И я поехала, значит, тренироваться к тренеру в Италию. В Италию. В Италию. Сделала рандат, называется так, это колесо на две ноги. Отпрыгнула высоко, и все, я приземлилась, подвернула ногу, и там был пипец. У меня... Как я люблю рассказывать истории красиво, и как ты это быстро... Да потому что ты еще долго. Там так можно рассказать. Ты приехала в этот, в Кома этот город или как? Нет. Ну, которое озеро... Это я просто туда гулять ездила. А, да? Я думала, там тренировалась. Все, подворачиваю ногу, она у меня сразу такая синяя, фиолетовая. Мы поехали в больницу. Мне сказали, что у меня там перелом со смещением. Потом мы прилетели в Москву. Во-первых, Никита вообще не знал, что у меня там случилось. Да, она мне не говорила, потому что я ее еле... Ну, не то, что еле отпустил, но просто она одна летит в Италию, ну, к тренеру своему. Я просто доверяю тренеру тому, потому что он ее всю жизнь тренировал. И, как бы, по сути, это очень большая мотивация ее была, что они вместе занимались. И она поехала туда. Да, я прилетаю в аэропорту, иду, замотаю на ногой, Никита. Я просто ее встречаю и отпустил на неделю. Она вот только вот закончила карьеру. Ну, заканчивала карьеру. А я всегда хотел, чтобы она, потому что я всегда хотел, чтобы она мамой стала максимально быстрее. В основном, тебе и закончила ее. Ну, вот, видишь, какой молодец. Как живешь. А сам тренируется. Скоро уже, блин, состарится и все тренируется. Короче, в итоге она идет и просто с полом и ногой. Я просто в шоке. Я говорю, как, что, зачем, почему. Ну, я до последнего верила и надеялась, что там ничего серьезного, что это просто перелом сейчас как-то. Ну, у нас для спортсменов, не знаю, может, у всех по-разному, конечно, но перелом это как-то, ну, все равно. Ну, месяц походишь с гипсом и все. И потом восстанавливаться заново. Ну, не настолько, что это прям серьезное. А у нее осколочное было. Да, у меня там была такая жесть. Я ездила по всем врачам потом и уговаривала всех, чтобы они мне не ставили там ни допуск, ни какие-то там переломы, потому что мне хотелось на соревнования поехать на чемпионат мира. Она еще с поломанной ногой, со сколочным переломом, она поехала на чемпионат мира выступать. Второе место команды заняли. Выступала на чемпионат мира, конечно, было там неприятно. И там где-то я приземлялась не так, как нужно, выставляла ноги куда-то вперед, чтобы там не так сильно больно было. Вот, но потом мне в любом случае сказали поездить по врачам, посмотреть, что-то сделать с этим, потому что нога всегда была синяя, фиолетовая. В итоге она прооперировала, ей поставили штифты. И я к чему говорю, насколько абсурд, да? То есть она отдала 17 лет своей карьере, при этом у нее были нереально сложные элементы, падения, какие-то там болячки и так далее, но ни одной травмы. А здесь она просто прилетела, сделала самый легкий элемент, и у нее сколочный перелом. Но все-таки это прямо уникальный случай. Да. А если мы берем среднестатистическую ситуацию у спортсмена? Все зависит от, насколько ты профессиональный спортсмен. Если ты профессиональный спортсмен, ты заботишься о своем здоровье. Ты его контролируешь, ты слушаешь свое тело, когда нужно, даешь ему отдых, когда нужно нагрузку. У тебя постоянные процедуры и так далее. То есть весь процесс, если ты выстраиваешь как профессионал, у тебя проблем сильных со здоровьем не будет, если только будут какие-то форс-мажоры, просто нюансы, которые ты не можешь контролировать. Но болячки будут всегда. Упал там кирпич или еще что-то. Вот. А если ты контролируешь все это и не даешь там своему телу перенагружаться и в этом быстро его восстанавливаешь, то здесь будет все нормально. Вот я, у меня было много очень болячек, разных травм. У меня даже самое неприятное, я не беру открытый перелом, про который мы говорим из-за пальца, что я закрутился на перекладине. Вот я много где рассказывал эту историю. Но это было в подростковом возрасте. У меня тогда было там 14 лет. После этого я восстановился, все было нормально. У меня была одна самая такая травма проблемная. Это у меня был перелом паховой кости. Нет, лобковой кости. То есть, которая соединяет, получается, лобковую кость и тазовую. То есть, которая идет на пересечении. И она у меня просто, из-за того, что там идут связки, крепления сверху и снизу, она у меня просто так хрустнула. И ходила. И когда я бегал, прыгал, у меня, вот так она, ну как получается, было движение кости. Соответственно, это нереальная боль. А это было, когда я бежал, когда я наскакивал, прыгал. И в этот момент никто не мог понять, что у меня. И вот это, вот с этим я мучился два года. Выступал на ЧПТах мира, Европы. И потом поехал в Германию, где мне нашли эту проблему. Вот. И тут же гипс никак не поставишь. Нужно было только вправлять тазовую кость обратно. Ну, короче, очень такой геморройный вариант был случай с этой травмой. И вот я долго восстанавливался. И восстановился уже тогда, когда мы приехали, когда я приехал домой. Мы с врачами смогли адаптировать там реабилитацию. И вот спустя два года. Поэтому такие болячки тоже бывают. Они стрессовые. Они очень... Это потому что человек... Вот я, допустим, очень сильно хотел побеждать. И я понимал, что если я дам себе слабину и буду отдыхать, то просто-напросто я там не смогу там конкурировать. Это мои... Тогда мое соображение такое было. Потому что я был молодой, глупый. И, соответственно, нагружался тогда, когда уже все, организм тебе говорит, хватит. Я его не слушал. А потом, когда уже после этой травмы, я начал уже все. Если у тебя что-то болит, иди сначала узнай, пролечись, потом возвращайся. Никуда спорт не денется. Здоровье – это самое главное. И после этого у меня, тьфу, там никаких травм уже не было. То есть такие там, не знаю, палец хрустнул чуть-чуть, там трещина какая-то у нас там часто бывает. Ну, в принципе, да. Ну, я имею в виду в том плане, что у нас это часто бывает. Ты на брусьях делаешь переход или какой-то элемент, и просто пальцы так вставляешь у тебя, он вылетел, ты его вправил, там прошло, не знаю, 3-4 дня, ты вот так вот примотал к этому пальцу. И там через 2 недели у тебя уже все срослось, тебе не нужно идти, ничего не делать, ты продолжаешь тренировки. То есть такие, как болячки, они всегда были, и в этом ничего там страшного нет в гимнастике. Но таких, которые выбивают тебя из тренировочного процесса, таких не было. Ну, это очень прекрасно, это слава Богу, как говорится. Вообще, я понял, что есть в бане самопарение, а есть в гимнастике самовправление. Чисто поломал палец, тут же вставил, примотал, ланцет какой-нибудь, и, да, 2 дня и помчался. Ну, мы говорили о здоровье, и я думаю, что есть прекрасный повод сгонять в баню. Сходи чутка погреться, хоть у нас и немного времени, но немножко-то веничками угоститься необходимо. Как бы? Да, Даша. Я готова. Ты же, этот, красилась там все дела. Ничего страшного. Ну, уже аккуратненько. Я говорю, пойдем в баню. Она мне говорит, вот ты как всегда, я накрасилась. Не вовремя. Я поехал, у меня там съемка, я думал, пойти куда-нибудь погулять, а ты мне в баню свою тащишь в эту. Ну, ты не видишь, я накрасилась. Я говорю, ты же накрасилась. Ничего, мы сейчас одна минута организуем весь наш туда поход и сразу пойдем. Мы начинаем. Самое интересное, дорогие мои, что сейчас мы пригласили Никиту Нагорного с его великолепной супругой Дашей попариться в бане, но он не знал, что парить-то будет он, потому что он нам рассказывал, как он сильно парит. Мы сейчас дадим Никите веники, положим Дашу и посмотрим, как же парит Никита Нагорный, чтобы мне потом понимать, что нужно делать. Поехали, погнали, прямо сейчас. Никита Нагорного очень плохо парит. Потом мы тоже, понимаешь, если я сделаю двойной сальто назад, это будет еще хуже намного. Да, намного. Поэтому пойдем посмотрим. В следующей серии мы будем учить Сергея сальто назад, а меня парить. Кстати, они мощные такие, не самые легкие веники. Я передаю веники Никите Нагорному. Это редкий случай, чтобы я передал кому-то веники. Как будто бы Никита Нагорный... Если бы мне Никита Нагорный передал брусья, понимаете? Эти большие, мне они не подходят. Не подходят. Они все у нас большие. Давай вот эти, брат, давай. Я специально это сделал. Поняли, да? Полегче. Чтобы так никому он не передал веники. Друзья, Никита Нагорный сейчас попарит свою супругу, и мы просто посмотрим вместе с вами, как это происходит. Погнали, паренья! В общем, я делаю сначала этот, пар опускаю вниз. Главное аккуратнее. И пар чувствуешь? Пар чувствуешь? Чувствую. Потом начинаю по чуть-чуть его спускать. Пока что хорошо. Подоберу одну ножку. Кстати, веники подъедомяет. Пусть нам припили. Это свежий дубовый веник, его только тот, что он буквально подрал. Ножки пропариваем. Ты должен кричать и говорить благодарю. Благодарю. Сейчас я спрошу, у тебя ножки согрелись? Ты говоришь, да. Ножки согрелись? Да. Всё, берём. Ты знаешь? Я предлагаю попарить четыре руки сейчас, Сашу. Ну вот, смотри, классические двойки мы сделаем просто вот так, тройкой мы делаем вот так, раз, два, три, как на вальсе. А классический шестёрка выполняется вот так. Она идёт вот так. То есть рёбрами? Да, рёбрами, да, бородой и венчиком делаем, щеками Тоже тяжелее. Я что, подопытный кролик? Нет, конечно. Ты чего? Тебя муж парит. Всё, пошел мальчик в мире. Так, дорогие мои, мотор, камера, остановка. Внимание, уникальный случай. Первый в истории вообще всего, когда Никита Нагорный с вениками в руках парит свою супругу вместе со мной, а я вместе с Никитой Нагорным не занимаюсь брусьями и различными перекладами. После этого будем делать сальто. В общем, мы парим для того, чтобы... Мы же... Мы начали исполнять данное обещание. Мы начали учиться заранее. Всё, поехали. Выполняем классическую тройку, друзья. Поехали. Хорошенько пропариваем. Стараемся. Стараемся. Я выйду на ножки сюда. А теперь перейдем на классическую тройку, в самую простую. Один удар и два вот так. Поехали. Раз, два, три. Так же можно правый видишь, так же щечкой поделать. Как вы поняли, дорогие мои, хорошо, что после этого Никита не пригласил меня. Тренироваться на брусьях. Да. Потому что мне было бы там. Ещё не менее. Время не пришло бы. Не так просто, как сейчас ему. Но тем не менее. Ну, ах. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Вот так выглядит парение от чемпиона мира, олимпийского чемпиона Никиты Нагорного. У нас в купелочку ступенечки одна под одной стороны вертикально. Ой, хорошо. Хорошо, когда хорошо. Друзья, в купеле только что был Никита Нагорный. Хор, да, да, да. Ну, ах. О��! Орём, кричим. О-ууу. О-уу. О, А-а-а-а-а. Нормально. Вот так. Ой, ой, ой. Ой, ой. Ой, будет добру. Ооо. А-а-а-а-а-а-а-а-ааа. О, да, онаа-а-аа. Вот она, она. Сейчас спины поворачивай. у вас получится и на выдохе это прям жесть степенько пойду, какая красота мне кажется настолько серьезно, что я впервые парилась и еще чуть-чуть и вот так расставляйтесь и отдыхайте спасибо как с картинкой борщ красный бани плюс борщ идеальная комбо да, ты знаешь, я обратил внимание, что очень многие гости любят именно это сочетание потому что у нас есть разные блюда, суп, вторые блюда но очень многие говорят именно баня и борщ я все пытаюсь разгадать, почему же это именно с борщом так связано не знаю, у меня тоже баня и борщ обязательно да, не уха, не куриный суп какой-нибудь, не овощной, не там, именно борщ и причем вот с кусочком вот такого сальса, хлебушек черный и борщ да часто вам удается отдыхать? нет нет, редко нет, очень редко, особенно мне у меня вот отвечает за мой отдых моя жена когда я начинаю ее уже очень сильно забадывать она говорит, надо куда-то уезжать либо я одна уезжаю она не уезжает больше пока не удалось после Италии нет, один раз ездила на Кипр с подругой вот после этого она теперь если говорит, я хочу поехать сама с подругами я говорю, хорошо, я тогда с друзьями тоже поеду куда-нибудь один и она никуда не едет а вот я решусь, как-нибудь не переживай не решишься мне надо поддержать подругу, она скоро рожает, а после родов очень сложно мне нужно ее поддержать, поехать с ней пока она беременна? нет, после а как это после? отдохнула а с ребенком кто у нее будет сидеть? она оставит ребенка нет об этом дома поговорим ну мы с ней тогда придем в баню и будем здесь часами сидеть и расслабляться в баню в баню это я согласен точно согласен подскажите, пожалуйста, вот отдыхать удается не часто отдыхать удается не часто а какой режим вот вообще межсоревнований вот мы разговаривали, когда с Яном Пудрец она сказала, что он 360 дней в году тренируется да, это правда у вас так же? да но сейчас уже нет сейчас уже международных стартов нет сейчас немножко обстановка поменялась до этого было так то есть мы может быть воскресенье и то период подготовки к соревнованиям трудно очень заставить себя отдыхать потому что ты все равно переживаешь что ты там форму растеряешь это не отдых, конечно да, ты просто ну пришел с утра размялся все равно у тебя разминка зарядка какая-то есть потом пришел вечером там в баню может в футбол поиграл чуть-чуть еще что-то но все равно физическая нагрузка есть но у нас есть Югай Константин Афанач наш китайский лекарь он говорит всегда вот мы когда по соревнованиям он говорит, ребят три дня просто лежите на кровати все все ваш организм тело должно восстановиться должно отдохнуть вы встаете что-то делаете какой-то спорт любой это нагрузка и вы не отдыхаете и вот как-то я начал пользоваться рекомендациями и все вообще тело восстанавливается и выигрываешь еще больше и легче получается что я следую рекомендациям Константин Афанасьев ежедневно да каждый день я их следую и все и реально тело отдыхает очень хорошо но это очень сложно для профессионального спортсмена особенно мы говорили сейчас про многих здесь спортсменов которые уже были вот допустим Саша Большунов человек мне кажется который просто тренируется всегда абсолютно ну это есть такие да задроты которые вообще там тренируются тренируются так только думают о спорте и спорте но мне кажется все равно нужно как-то абстрагироваться отдыхать отдыхать чем-то еще заниматься с другой стороны если ты это искренне любишь и тебе это нравится тебе нравится трудиться то почему бы и нет тем более это приносит результат может спортсмен ну прям будем говорить может ли Никита Нагорный так это немного втащить бургер какой-нибудь постоянно конечно вопрос другой может может ли не втащить вот это не у меня с этим очень сложно он может втащить бургер но потом перед соревнованиями он будет ходить как раз таки у меня даже было такое подготовка олимпийских игр я посадил себе почки у меня камень пошел в почке был я готовился к олимпиаде и очень много нагрузки организм амата организм хочет есть постоянно а у меня склонность в полноте мне приходилось задержать диету я приехал домой я еду домой по пути с олимпийской спортивной базы и у меня мысли я хочу торт а у меня вес там плюс полтора килограмма мне еще нужно скинуть до отъезда я приехал в магазин заехал купил торт приехал домой одел этот костюм болоневый побежал по этому по поселку побегал мне еще пришлось побегал где-то минут сорок пятьдесят пришел на весы стал минус полтора килограмма открываю холодильник достаю торт и съедаю его весь чтобы заново их набрать как бы получается ну вот просто если ты хочешь съесть ты должен сначала похудеть у меня такое было в голове и в итоге я тем самым посадил свой организм и на олимпиаде когда я выступал у меня пошел камень прям в момент за день до соревнований было сложно ну да меня хотели снимать соревнований мне сказали что нужно все опасно и так далее ну куда олимпийские игры ну я выступил нормально мог бы лучше конечно намного но к сожалению получилось как получилось главное живой какие старты впереди и есть ли они вообще еще до старта далеко я честно не знаю я не знаю потому что во первых сейчас прошли игры брикс наверное первый международный старт за последние два с половиной года вот впереди должны были быть игры дружбы пока что еще не объявили о переносе но в колуарах уже все обсуждают это что и уже их не будет что переносит на следующий год а то может быть ну хотя с другой стороны департамент работает может быть на следующий год перенесут но опять же ждать год мне кажется что вопрос наверное другой готов ли я продолжать дальше профессиональную карьеру давай спросим у александра о его александра большинова а вдруг он знает да я всегда пишу когда он выигрывает что-то я пишу хватит уже остановись хватит уже он нам сказал что он собирается прям да готов ли никита нагорный дальше продолжать спортивную карьеру а а такой вопрос процент наверное он я скажу так я готов продолжать но больше я готов закончить и у меня сейчас вот я сейчас думаю полтора года ждать год ну плюс минус там чуть больше ждать до игр дружбы состоятся ли они в таком же формате как игры брикс когда у нас там конкуренция почти практически нет либо там один-два человека вот или это будет масштабно куда приедут основные составы других стран просто если туда приедут основные составы других стран то я буду жалеть что я закончил если я продолжу и там будет такая же история как на играх брикс то я буду очень сильно жалеть что я упустил этот год потому что тренировочный процесс он забирает нереальное количество энергии времени и возможностей то есть ну у меня большое большое количество обязанностей и задач и мне кажется я уже готов проявлять себя не как спортсмена как спортивный функционер там или управленец вот мне кажется эта история для меня уже ближе и время уже подошло то есть когда пора ну и вот Даша тоже хотя мне кажется я вообще без разницы чем бы я ни занимался она все равно не хочет чтобы я ничем занимался хочет чтобы мы просто хочу отдыхать ездить и все да ладно нет да я знаю просто как молодое поколение за ним смотрит следит и хочет равняться на него вот это конечно грустно будет нет конечно следят и равняются потому что очень много ребят которые вообще его там любят конечно но вообще по программе обмена опытом Никита работал таксистом работал таксистом вот работал таксистом и в принципе он может поработать гидом и тогда и тогда и тогда и тогда друзья Даша будет часто отдыхать давайте за это будем переживать чтобы все таки Даша отдыхала почаще а Никита хотя бы один день попробовался в руль гида ну просто попробовать а как же она там стоять в автобусе и улыбаться куче неизвестных людей которые на тебя в принципе все равно но поскольку это Никита Нагорный то им будет не все равно и тогда отдых будет очень крутой с костями да давай мы будем смотреть как ты будешь есть да ты можешь что-то так делать чтобы прям слышно было что ты ешь даже как этот да да а когда вы приезжаете куда-то за границу где-то еще на сборах вы тоже в баню там ходите и ищите баню или я да везде везде не обязательно я даже сейчас на играх Бликс мы жили в универсиатской деревне и я поехал снял отель где есть сауна ну то чтобы ходить в баню каждый день чтобы худеть для меня это единственное средство сбросить там эти 500 грамм которые невозможно мне сделать это едой когда ты просто начинаешь есть правильную пищу поэтому да дашь нет конечно я нет теснок сможешь есть а ну пожалуйста ради меня да вряд ли отказываешься вот я ради тебя смотри вот дети настолько люблю потом опять будут в комментариях писать что я холодная королева или как-то снежная королева пишут да так это просто дорогие друзья вы не знаете что снежная королева она может растаять в бане и что мы сегодня доказали Даша подрастаяла я потом в этот лед залезла да кстати ты знаешь она заходила купил с альдом я прям в дыхание знаешь три раза с головой кайфанула не ну если бы не мастер то я бы никогда в жизни не залезла это всегда так но потом да кайфанула сначала вылезла у меня в дыхание в итоге было все что происходит а потом вот так просто расслабление колоть начало в ногах а потом за лучшая презагрузка то есть у тебя в голове просто ты не понимаешь что происходит прыгок особенно когда ложишься хотелось идти и разорвать этот мир да да так и есть я всегда когда у меня идет такая процедура что я сначала мы разогреваемся потом охлаждение потом ты заходишь в баню и ты лежишь и у тебя первая мысль в голове ты хочешь поблагодарить вообще вселенную бога за все что есть у тебя вот первая мысль реально всегда конечно он так лег ой господи спасибо тебе большое за все так всегда делаю так что то я заткровенничал баня так работает на самом деле баня ты знаешь баня это же о простом о душе о реальном человеке практически без масок в бане нет статуса ну да вот говорят генералов нет мы знаешь чем еще отличаемся мастера баня работают с гостями в сфере услуг в отличие от многих других сфер услуг но многих мы работаем практически с обнаженным человеком да а иногда ты совсем да и это особая работа она требует особого внимания ухода навыков работы и человек даже сняв одежду он уже ее снимает конечно он уже он доверяет значит да вот даша раньше в одежде парилась но сегодня сейчас значит отношения она полилась в одежде реально пожалуйста вы хотели повенчаться вы повенчались нет еще что пока приблизиться немножко духовно а вот этот момент да просто пока что она она верит в бога но она делает это по-своему по-своему а я немножко из православной Я считаю, что необязательно делать все моменты, можно просто верить Богу. Можно в нем, верить в Богу. Ну, без фанатизма, без фанатизма. В принципе, у нас внутри. Да. У меня есть знакомый священник, отец Кирилл. И он, знаешь, очень любит баню. Вот фанат баню, вот примерно как Никита, наверное, он просто фанатеет. Тогда я тоже буду священником Никиты, который будет любить баню. Уверена, уверена. Получается, он любит баню. И как-то он ко мне обратился и говорит, слушай, можно попарить, научиться, что нужно делать. И мы с ним учились парить. Я к нему приезжал в храм, мы с ним там садились. Я ему рассказывал, показывал, объяснял, где-то какие-то картинки, что-то записывал. Как будто ученик. В момент исповеди, да? Мне было так неудобно. Представляешь, сидит целый священник, брат Иерей, сидит. И записывает, значит, за мной какие-то мои там объяснения. И потом мы с ним ходили в баню, учились парить в бане. Он парил, я ему говорил, там, руку левее здесь правее, опусти, там, здесь расслабь. Все надо расслабить, понимаешь, ты зажат. Вот, и сейчас он парит в своей бане дома, в своей бане дома. Парит близких и где-то еще парит, ну, кого-то из знакомых, там, парит с молитвами. У него вот такая история. Парит с молитвами. Это реально классная штука. Поэтому, если Никита Нагорный захочет попробовать, что такое баня, вот в таком ее виде, в таком прочтении, нужно будет просто сказать, ему все это сделаем. Я уверен, он не откажет, потому что он делает это с душой. Это моя тема, мне кажется, вообще, это все, я уйду в другую вселенную. И ты уже не вернешь меня, только если ты... Я тебя не найду. Какой сериал там? Я тебя не найду. Я тебя не найду. Все уже не вернешь. В любом условии, если мы до этого успеем с тобой обмечаться. Не успей. Почему? Я же еще не пришла к этому. Она же не пришла. К этому, этому надо дать время. Сколько еще по времени делать? Этому надо дать. Это неизвестно. Это только Богу известно. А, вот все-таки видишь? Нет, это уже близко. Уже близко. Уже денег. Слушай, шажочек ближе. Когда благодарить начнешь еще за все, они недовольны быть, что ты мало отдыхаешь. Ну, зато с другой стороны, кто мало отдыхает сначала, много отдыхает потом, потому что сначала надо много поработать, а потом уже можно будет отдыхать. Это точно. Вот я и отдыхаю. Получается так. Много поработала. А, то есть ты уже на работе, я понял. Нет, потом вторая волна придет. Нет, потом будет, знаешь, как Никита, когда Никита Нагорный завершит карьеру, посидит дома чуть-чуть как. Мне придется работать. Нет. Пока он отдыхает. Нет, нет, Даша скажет, что ты сидишь дома? Иди занимайся делом, давай работай, потому что нам надо. Наверное, такого никогда не будет. Целыми днями что-то он делает. Ну, в этом же мужчина вообще проявляется как? Мужчина проявляется в служении женщине. В служении женщине. И для того, чтобы он это делал успешно, он должен реализовать себя однозначно. И на первом месте у любого мужчины всегда будет... Семья. Работа. Всегда будет работа и его вид деятельности, потому что любимая жена и дети, они будут как минимум на втором месте, потому что если он не реализует первого, он не сможет ничего сделать со вторым, и дать не сможет этого. И поэтому мудрость женщины заключается в том, чтобы вот это понять, что мужчина и работа, это у него на первом месте. Спортивная карьера. Даша это прекрасно понимает. Я понимаю, прекрасно. Вот, это у тебя мудрая, мудрая женщина. У меня мудрая моя. Работай больше. Только что выяснили. В общем, друзья, смотрите, мы с вами сейчас за баню еще прям 2-3 минуточки, чтобы вас не задерживать. Я знаю, что у вас мало времени, а время, к сожалению, так быстро летит в баню. Да, это правда. Что в парной, что везде. Это правда. Мы с вами хотели уйти в 12, а время же пол первого, понимаете. А Даши еще надо успеть... Да. Провести себя в порядок после бани. Да. Провести себя в порядок. Никита, скажи, пожалуйста, тем, ну и Даши, соответственно, тоже, потому что вы спортсмены величайшего уровня. За вами молодежь, за вами люди, которые, взрослые люди, которые хотят отдать своих детей в этот вид спорта. Хотят, чтобы они были как минимум в этом же направлении, либо похожи, либо прям достигли каких-то высот, и, может быть, где-то больше кто-то когда-то сделает каких-то, каких-либо достижений. Вот что бы вы пожелали родителям, которые задумываются отдать в спорт своих детей? Вот ваш вид спорта. Ты или я? Родителям. Да, родителям. Родителям. Нам. Что бы ты пожелала, если мы хотим отдать ребенка в спорт? Найти хорошего тренера, довериться ему и не лезть с родителем в тренировочный процесс. Согласен, тоже. Но вообще, мне кажется, еще, если глубже копнуть, то, когда ты отдаешь ребенка в спорт, должен понять, что ты делаешь благое дело для него. То есть он идет туда для того, чтобы стать лучше, сильнее, быстрее и так далее. Человек, который занимается с детства спортом, он чувствует этот мир намного лучше, чем тот, который никогда не занимался. Ну и плюс, конечно, это здоровье. Если это не большой спорт, где, опять же, говорю, там, по Советскому Союзу, кто сильнее, кто выжил, тот и чемпион. Но самое главное, это не требовать ничего. То есть ты его отдаешь туда, чтобы он просто, у него была еще одна дополнительная инфраструктура, в которой он будет развиваться, общество, социум, спортивный. Для его просто развитие. Все. Никаких надежд не возлагать, не пытаться. Если у него получится, помогай, мотивируй. Мотивируй, ему не нравится, но у него там есть какие-то перспективы, возможности, мотивируй. Там, можешь с тренером взаимодействовать как-то, можешь советоваться. Не то, что прямо не лезть, не лезть, наверное, это неправильно тоже, потому что детам нужна поддержка. И тренеру, и ребенку. Нет, поддержка в любом случае нужна, иногда перебарщивают родителей. Да, я с тобой согласен. Я понимаю, про что ты говоришь. Она говорит про то, что там некоторые родители, наоборот, еще говорят, пожестче с моей девочкой. Они дома еще тренируют. Да, дома тренируют. Давай, еще дома тренируйся. Если ребенок хочет, вот я, допустим, я такой был, я приходил с тренировки, я еще дома там ставил два стула, на них там делал отжимания, спичаги. И мне бабушка всегда говорила, ах ты негодяй, такой стулья ломаешь там. Я бегал, прыгал на диване сальто, крутил там круги всякие. И вот я был такой человек. И если бы там в наше время, у нас сейчас есть там оборудование детское, которое мы там можем, могут родители купить домой, и дети будут заниматься. Для таких детей, которые суперэнергичны, их нужно поддерживать. Им нужно давать возможность реализовываться. Хотя это небольшой спорт, ради бога. Ну, как бы, если тренер говорит, что есть возможности, то пожалуйста. Но когда ребенок не хочет и у тренера нет возможности, а родитель говорит, нет, ты будешь заниматься, я тебе найду сейчас лучшего тренера, нет, там у тебя получится. Вот я, наверное, против такой истории. Потому что мне кажется, что на сегодняшний день спорт уже переходит в такой более профессиональный уровень, где нужно давать возможность реализоваться каждому ребенку. Если он не попал в сборную команду, у него должно быть других там 3-4 направления. Хочешь студенческий спорт, хочешь там спорт до, есть там спорт до первого разряда. Когда просто ребята там, которые начали заниматься 18 лет, им нужно тоже где-то реализовываться. Для них спорт. Ветеранский спорт, там профессиональный спорт, полупрофессиональный, коммерческий спорт. То есть должно быть много направлений. У нас пока что, допустим, в той же спортивной гимнастике у нас есть олимпийский вид спорта и все. Другие пока только обсуждения идут, наработки-то есть, но чтобы реализоваться в этом направлении у спортсменов нет. Поэтому если будет возможность у ребенка, то есть не попав в сборную где-то в другом месте реализоваться, то это вообще будет, мне кажется, самое лучшее. И родители точно не будут там сильно давить или заинтересованы в том, чтобы он стал олимпийским чемпионом. Класс. А если бы сейчас все дети, которые, давайте представим, все дети, которые за вами смотрят, наблюдают, вот они все вот так вот стоят, и вы на них смотрите. Что бы вы им сказали им? Все дети? Все вообще? Я бы сказал, не бойтесь пробовать что-то новое. Пробуйте больше там каких-то направлений профессий. Мечтайте. Вот у нас раньше, допустим, там мечтали космонавтами быть. Вот Даша, допустим, мечтала кассиршей быть. Продавщицей. Продавщицей, да? Да. То есть, ну, мне кажется, детей нужно научить с детства мечтать, и мечтать о каком-то глобальном и большом, чтобы у них развивалось их, там, не знаю, воображение, и в будущем уже они могли это все проецировать в своей жизни. Поэтому я бы посоветовал мечтать, мечтать стать кем-то невероятным, вот, и к этому стремиться. Пробовать все подряд вообще, что есть, но только благое, то, что тебе вреда не принесет ни тебе, ни твоей семье. Вот, ну и все, и быть инициативными, не бояться, просто не бояться. Даша? Наверное, не отпускать руки, в первую очередь. И если что-то не получается, то в любом случае это делает их сильнее. Дорогие мои, у меня в гостях был Никита Нагорный со своей прекрасной, великолепной супругой Дашей. Это действительно люди, на которых стоит равняться, за которыми стоит следить. Знаете, зачем? Для того, чтобы самим стать чуточку лучше, для того, чтобы самим захотеть расправить крылья, для того, чтобы самим захотеть лишний раз встать с кровати и подвигаться, для того, чтобы самим захотеть бросить курить, бросить, может быть, какие-то еще вредные привычки у кого какие есть. просто потому что когда смотришь на этих светлых людей которые только достигли ты понимаешь что наверное если на таком уровне находятся эти люди они что-то делают чуть правильнее возможно чем я сам я вам желаю всем об этом подумать всем быть лучше быстрее выше сильнее и самое главное любить друг друга как никита любит дашу дашь любит никиту и вся их семья прекрасный пример того как принципе все должно быть мы обязательно с вами скоро увидимся в наших новых подкастах в нашей бане приходите ну и как всегда всем вам говорю любите баню и приходите палиться сибири пока всем пока все погнали кальяны и давай наконец-то